Как всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о Кубке России, который радует нас неожиданными результатами. Тут и ЦСКА, который потерял очки в поединке с Сочи, и теперь еще и Зенит, который также не смог добиться победы и вообще проиграл в поединке с Балтикой. Так что победитель и серебряный призер прошлого чемпионата России сейчас вот, прям скажем, потерпели фиаско. К тому же, стоит ли напоминать, что ЦСКА это еще и триумфатор Кубка, поэтому сейчас главные команды России решили разом нас удивить. И здесь, конечно же, в каждом из этих матчей свои причины, почему фаворит не добился победы. С ЦСКА мы уже разобрались, и давайте теперь сосредоточимся на Зените. Сразу скажу, что в основном я смотрел параллельный матч, где играли Локомотив и Ростов. Кстати, обзор я уже подготовил и выпустил. Матч Зениты и Балтики, который шел в это же время, я смотрел на ноутбуке вторым экраном. И поэтому здесь, возможно, возможно, мое мнение будет не совсем объективно в каких-то моментах, но все-таки я за этой встречей тоже следил и тезисно сейчас, вот, коротко и емко постараюсь высказаться, почему Зенит здесь потерпел поражение, с чем это связано, и что будет дальше с Санкт-Петербургом в рамках Кубка России. Но, сперва, хотел напомнить вам, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, она делает просмотр футбола еще интереснее. У них абсолютно легальный сайт, плюс к этому очень удобное мобильное приложение. Ну и, что еще очень важно, они подготовили специальный бонус для вас, товарищи, для подписчиков моего канала. Фрибет в тысячу рублей. Как его получить? Всего ничего, пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Пари, и все, проходите верификацию, получаете тот самый фрибет в тысячу рублей. По-моему, отличный подгон в наши тяжелые времена. Ну, а мы переходим, собственно говоря, к тем самым тезисам, почему Зенит потерпел поражение. Первый момент – это, конечно, очень смешанный состав. Ну, тут, конечно, многие могут сказать, так ведь это типично. Тут все коллективы в Кубке сейчас выходят не самыми основными составами. Потому что, как ни крути, а большинство топовых клубов уже более-менее решили вопрос с выходом в следующую стадию. Ну, потому что, когда, как бы сказать, в плей-офф выходят фактически три команды, две напрямую и третий через путь регионов, здесь за два тура можно добиться побед и уже фактически обеспечить себе следующую стадию Кубка. То есть решить вопрос. И после этого в матчах Кубка зачастую многие выпускают полурезервные составы. Это во-первых. Во-вторых, сейчас очень плотный график, поэтому все проводят какую-никакую ротацию. Но Зенит, в отличие от, не знаю, Локомотива, Спартака, Динамо того же самого, выпустил прям максимально резервный состав. То есть, если посмотреть эту обойму, вот из тех, кто вышел в основе, наверное, ну вот только один игрок более-менее претендует на статус действительно приближенного к оптимальному составу. Это Сергеев, который в последнее время смотрится убедительнее Кассиера, и поэтому здесь он попадает в основную обойму достаточно регулярно. С другой стороны, Сергеев и Кассиера – это вполне себе заменяемые варианты, поэтому здесь, ну, скажем так, тоже нельзя сказать, что это железобетон. Это не Винделл, это не Клаудиньо, это там не Михаил Киржаков на воротах, это не Караваев, это не Дуглас Сантос, это игрок, который, в принципе, может быть заменен и подменен. Поэтому здесь, ну, Зенит выпустил максимально резервное сочетание, и да, даже в этом составе Зенит все равно был на голову сильнее Балтики, и по-хорошему должен был побеждать. Но есть важный нюанс – отсутствие сыгранности. Потому что все-таки здесь и новичков хватает, и игроков, которые относительно недавно пополнили команду, и молодежка здесь подтянулась, и в итоге, ну, вот, Зенит выглядел слишком разобрано. И проблема в том, что в этой встрече Зенит в первую очередь разочаровал отсутствием креатива. То есть там, где нужно было как раз показывать созидательные командные действия, там у Зенита полный крах. Впереди они не показали ровным счетом ничего, кроме двух эпизодов в этой встрече. Когда в дебюте матча Зенит действительно надавил на Балтику, первые 15 минут в исполнении Зенита были очень хороши, они создали два шикарнейших момента, там даже Бакаев смог показать себя неплохо, что удивительно, Сутар Мин обязан был забивать. То есть после этого казалось, что Зенит, ну, он хорош, он додавит соперника. Но, как видимо, Зенит слишком рассчитывал на быстрый гол. А когда команда планирует блицкрик, простить за выражение, быстрый мяч и дальше переход к игре на встречных курсах или на контратаке, вот когда этот план ломается, дальше и психологически команда может поплыть, и у команды игровой план рушится. И очевидно, что Зенит очень хотел забить быстрый гол, чтобы дальше в экономном режиме, не тратя лишних сил, добиться победы. Не получилось. И вот после этого стартового отрезка, где Зенит был хорош, дальше просто вот полшестого, простите за выражение, в плане креатива. Нет ничего. Был еще один момент, когда Зенит во втором тайме мог сравнять счеты. Это когда на поле появились звезды, ведущие исполнители, и там Дуглас Сантос, как раз одна из звезд, появившихся со скамейки. Он, что называется, исполнил удар, на добивании Сутармина опять мог забивать, и попал в каркас. Ну, Сутармина, конечно, сегодня просто максимально неудачная встреча, когда человек мог фактически принести команде победу, если бы реализовал свои два супермомента. Но он оба упустил. А вот что касается Балтики, они играли все-таки не вспышками. И они играли очень грамотно. Они, понятное дело, отдали мяч сопернику. Там в какой-то момент процент был, по-моему, 26 на 74. То есть вообще катастрофа какая-то, по-другому и не скажешь. То есть Балтика осела в автобусной тактике. И в конце уже просто откровенно отбивалась. Но Балтика в контратаках, на стандартах и так далее все-таки понемножечку, но создавала опасность. И по-хорошему, говоря, у Балтики моментов-то было больше. И что интересно, самые вот такие опасные эпизоды, они происходили вот на стыках таймов. То есть концовка первого тайма, когда Зенит, ну, как-то, видимо, расслабился. Начало второго тайма, когда Зенит просто возили в дебюте второй половины. И здесь как раз моментов пять, наверное, было в сумме у Балтики, чтобы забить. Особенно хорош был, конечно, Авинисян сумасшедший футболист. Очень хорош был в этой встрече. Мое почтение и абсолютно заслуженный гол, решающий. И тут и со стандартов, и с игры. И вот, знаете, это говорит о психологии, когда команда, Зенит конкретно, плывет именно в этих ситуациях. Когда могут забить гол в раздевалку, то есть перед перерывом, и гол из раздевалки, после. И это говорит об очень важном факторе, о разной мотивации и разном настрое. Для Балтики при своих тайбунах это суперматч, это матч против чемпионов и так далее. Для Зенита это рядовой выезд, на который приехал не самый оптимальный состав, а вышел вообще резервный состав. И матч, который для Зенита, возможно, был даже немножко лишним. Лучше уж сэкономить силы и так далее. И вот разница в настрое, конечно, чувствовалась. Поэтому здесь, как бы банально не звучало, победил тот, кто больше хотел. При том, что разница в классе, повторю, была очевидна на стороне Зенита. Также отметим очень плохую игру креативных футболистов санкт-петербургской команды. Бакаев, ну, за исключением момента, который он создал в первом тайме, в остальном не показал ровным счетом ничего. Ну, что тут можно сказать? В Спартаке он проводил один хороший матч и пять плохих. И я об этом изначально говорил, когда он переходил из Зенита в Спартак, точнее, наоборот, из Спартака в Зенит. И многие фанаты сенебелых-голубых говорили, ох, как круто, талантливого российского игрока увели футболиста сборной, еще и воспитанника Спартака, вот мы их уели. Ну, не знаю, вот прошло уже почти полтора года, ну и чё, спрашивается, и где там ваш Бакаев? То есть здесь единственное, в чем мой прогноз не сбылся касательно Бакаева в Зените, я предполагал, что он в Петербурге, как и в Москве, будет проводить один хороший матч, пять плохих. Сейчас я понимаю, что Бакаев не проводит хороших матчей, у него есть только плохие, и совсем плохие. Вот сегодня совсем плохой, потому что человеку доверили ключевые функции, функции фактически Клаудиньо-заменителя, человек не показал ровным счетом ничего. Монтуан носился бестолку, потому что главный его плюс это скорость, мобильность, подвижность, а в такой плотной игре против Балтики, которая действует то в пять, то в шесть, то в семь защитников, ну потому что, когда команда играет в автобус, там же схема деформируется, там просто толпа игроков перед штрафной стоит. Так вот, здесь у него шансов раскатать оборону не было, фланговые защитники подключались вперед вяло, Майо Фернандес, который, видимо, очень был нужен Зениту, я буду на эту тему иронизировать весь год, он показал, что это уже не тот футболист, что в лучшие годы, опять же, креатива от него было мало, Сутармин старался, но, как бы это сказать, все его старания пошли на смарку из-за плохой реализации того самого Сутармина. В общем, в этой встрече Зенит столкнулся со своими традиционными проблемами в таких вот матчах, когда соперник закрывается в автобус, когда Зенит владеет мячом без продвижения и не знает, что с ним делать, когда Зенит психологически недонастроился на встречу и просто нет горящих глаз, и когда на поле нет условного Малкома, который способен в соло затащить катку. Вот здесь не было человека, который способен в одиночку спасти игру, и все, пожалуйста. Зенит проигрывает. Это, конечно, мало, что поменяет для Санкт-Петербурга с точки зрения перспектив. Я думаю, дома в ответке с Балтикой они три очка наберут, даже в таком составе, даже с такими проблемами, а с девятью баллами в итоге, ну, и в преддверии еще двух матчей не попасть в плей-офф, но это нужно постараться. Поэтому, да, это поражение для Зенита, но которое фактически команде ничего особо не стоило. А для Балтики и для Кёнига, Калининграда, и, конечно, праздник, с чем мы и поздравляем. Замечательный город, который вернулся в высшую лигу. Думаю, им будет сегодня очень приятно выпить пивка в рыбацкой деревне, в центре города, посмотреть на реку и насладиться сегодняшним вечером вечером их победы.